И все решили за Клочкова. Умрем, но танком не пройти. И вот уже в огне в огробу пылают танки на пути. Свою литературно-музыкальную композицию ученики пятой школы посвятили героям Великой Отечественной. Вспоминали защитников Москвы, Сталинграда, участников Курской битвы. В память о своих ровесниках, пионерах-героях, второклассники надели красные галстуки. Читали стихи о детях на фронте и в тылу. Одна в осиротевшем доме, сижу в печке на скамье. Мне только стель и очень страшно хозяйкой быть самой себе. К импровизированному вечному огню на сцене актового зала пришли и старшеклассники. Они бывшие воспитанники учителя начальных классов Ольги Титовой. Под ее руководством ребята в течение нескольких лет готовили творческие программы к памятным датам. Теперь бойцы из отряда 2-го А вспоминают своих родных, участников войны. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Несколько месяцев ребята собирали памятный альбом к юбилею Победы, приносили из дома сохранившиеся треугольные письма с фронта, записывали со слов прабабушек и прадедушек реальные истории и жизни в сороковые. Мы смогли собрать такой великолепный альбом, который побывал в Москве, который высоко был оценен руководством нашей школы. Поэтому мне хочется, чтобы вы, ребята, берегли ту память, которая хранится в каждой семье. В альбом также вошли стихи собственного сочинения. На вечере школьница прочитала их вместе с мамой. Песни военных лет исполняли хором, дуэтом с родителями и даже сольно. Но выжил дед от множества ранений и наказал прожить мою земную жизнь. Галина Тарасова, Тимур Маметов, Лариса Возинская, телекомпания Королев ТВ.